Итак, мы сейчас будем говорить о еврейских возражениях к Иисусу. Очень много нам нужно покрыть. Пожалуйста, оставьте вопросы на потом. Как я сказал, мы будем отвечать на вопросы. Но чуть попозже. Но я сейчас хочу говорить о том, что у меня есть. И причина, почему я попросила, чтобы подождать до завтрашнего дня, и чтобы вы записали те возражения, которые вы слышали от еврейских людей, потому что основные я буду сегодня говорить об основных. Но это постоянный процесс, потому что происходят все новые и новые возражения. Потому что это как процесс, который вовлекает все время что-то новое. И the anti-missionaries are consistently working in fine-tuning their process of objections. Существуют анти-миссионеры, которые постоянно над этим вопросом работают и постоянно обновляют. И очень много есть возражений. Так что давайте начнем. Одно из основных возражений, которые я слышал, И это одно из возражений, которые я сам лично верил, до того, как я пришел к вере. Это то, что евреи идут сразу к Богу, и нам не нужен примиритель. И я раньше в это верил. Я раньше думал, что язычникам нужен был примиритель, потому что они не евреи, и поэтому им нужен был кто-то, кто бы примирил их с Всевышним. Потому что для них, для не евреев, язычники, для них Бог, это слишком что-то большое, и они не могут даже иметь никакого отношения к Нему. И им нужен был человек, с которым они могли даже иметь отношения. Но мы евреи, мы сразу направляемся к Богу. И это было, в это я раньше верил. Единственная проблема с этим верованием что, если вы посмотрите изначально в Торе, вы увидите, что Израиль никогда не шел напрямую к Богу. Израиль всегда был медиатер, Израиль всегда имел кого-то, кто бы примерял посредника между Ним и Богом. Давайте поделимся некоторыми примерами. Моисей был посредником между Богом и Израилем. От имени Израиля к Богу. Арон был примирителем, он был первый первосвященник. Абраам был посредником между своим народом и Богом. Даже тогда, когда он был первым евреем. Но даже тогда, когда Бог хотел разрушить определенные города, Авраам становился в проломе, он был посредником между тем народом и Богом. И когда Авраам говорил, что он стоял в проломе и говорит, что лучше ты мое имя тогда забери, если ты хочешь где-то сделать. И тогда Бог поднял судьи, которые стояли в проломе и в ходатайстве за народ. Также были пророки, Еремия и другие пророки, которые говорили от имени народа. Они также приносили Слово Господа к народу. И когда народ хотел слышать Слово от Бога, они говорили, что идем, и они просили пророков. Вы помните, даже Саул попросил Самуила, чтобы он попросил Господа узнать, где его заблудшие козы. Вы помните, до того, как храм был разрушен, было левитское священство. Моя фамилия происходит от этих, происходит, имеет происхождение от левитов. Коганим. Это священники. Священники, они делали, приносили жертвы, они ходатайствовали от имени народа, и они были этими посредниками. От имени Израиля. И, конечно, вы имеете первого священника, который раз в год он ходил в святое святых, и он ходатайствовал от имени всего народа. И, конечно же, мы имели жертвоприношение, жертвы животных, which were a kind of substitutionary atonement for the sins of the people. И, конечно, это же было как замещение за грех, который оправдывал грехи народа. И есть очень много примеров на протяжении всего Старого Завета, где мы видим очень четко и ясно, где Израиль, он всегда имел посредника между народом и Богом. И говорить, что евреи идут прямо к Богу, и что им не нужен никакой посредник или примиритель, это не совсем так. И сегодня, исходя из современного, в современном мире, there's many of the rabbis, rabbis, the Jewish rabbis who are almost idolized by the orthodox. И еврейских раввинов, их почти идеализируют в глазах еврейского народа. In fact, they'll even go to their graves to pray and somehow get touched from God. И некоторые могилы, и они прикасаются как будто к могилам, как будто бы они прикасаются к их самому Богу. And then we even had Menachem Schneerson in Brooklyn, New York. Мы даже имеем Menachem Schneerson в Бруклине, New York. Who many of the Chabad and Lubavitch believed was the Messiah. И многие Chabadники, они верят, что он был Мессией. Многие до сегодняшнего дня верят, что он есть Мессия. И мы даже сегодня видим, что есть посредник между народом и Богом. Одно из других возражений, которое было для меня даже очень сложным возражением, будучи молодым верующим, Это то, что евреи говорят, что если ты веришь в Иешуа, тогда ты предатель своего народа. И они используют слово Мешумид, что означает предатель. И для меня это всегда меня беспокоило, когда мне это говорили. И мой ответ был таков. Теперь я говорю так, что если предательство, мое предательство к моему Богу... Для меня важнее, что я буду верна своему Богу. А то, что ты думаешь в своих глазах по отношению ко мне, это твоя проблема. Вот так я отвечаю сейчас. Для меня важнее моя верность моему Богу. Аминь. Аминь. И те евреи, которые из Южной Африки, они говорили, что ты пойдешь в ад из-за того, что ты отказался от еврейства. Когда кто-то что-то подобное говорит тебе такое, тогда все, что тебе нужно, это просто молчать и молиться. Другое возражение, которое евреи имеют, что если на самом деле Иисус был этой миссией, почему так мало евреев верят? Или почему нету много евреев, которые бы поверили в это же? И почему раввины не верят, что Он есть Мессия? И мой ответ таков, что никогда мы не видим, что большая часть Израиля или евреев следовали или были послушны Богу, следовали законам Божьим. Всегда было небольшое количество людей, которые на самом деле были послушны Богу, следовало за Богом. Даже во время Ильи, Илья думал, что Он единственный во всей земле. И что Бог тогда сказал? Он говорит, я сохранил для себя 7 тысяч. И, конечно, на сегодняшний день я верю, что намного больше, чем 7 тысяч мессианских евреев. Но большинство, это не всегда признак того, что это естественно. Иешуа сказал, что дорога в ад она широка, а дорога узкий, тернистый путь, который ведет в жизнь вечную. И что нам сегодня делать? Следовать за большинством в ад или все-таки искать и находиться на узкой тропе, которая ведет жизнь вечную? Да, мы должны держать это длиннее, но правда. Правильно. Одно из таких возражений, которые я еще слышал, Если бы Мессия пришел, почему нету мира на земле? Потому что концепция у евреев, что если Мессия придет, Он принесет мир. Потому что они читают это пророчество, что лев и огненок будут, они вместе. И народы, страны, они не будут воевать, будут иметь мир. Мой ответ отличается от других. Потому что если вы спорите на эти возражения, тогда вы можете их просто терять, этих людей. И наш цель, что я пытаюсь, не побеждать во время споров. Я не пытаюсь показать, что мы правы, а вы не правы. Вы можете выиграть спор, но потерять душу человека. Потому что Ишо говорит, что тот, кто приобретет душу, тот мудрый. И когда написано, что, когда говорят, что Мессия должен принести мир, И если Мессия пришел, почему нет мира? И я говорю, да, Мессия вернется, чтобы принести мир во всем мире. И это то, что Писание говорит. И есть два описания Мессии. Танахи. Что он слуга, который страдал. 53 глава Исаия, это описание Мессии. А также торжествующий, управляющий царь. И ортодоксальные евреи. Многие говорят, что есть два Мессии. Говорят, Ишуа бен Йосеф. И Мошиах бен Давид. И Мошиах бен Давид. И, конечно, когда они говорят, что это был Иосиф, муж Марии. There's a Messiah spoken of in the Talmud, actually, called Messiah, son of Joseph. В Талмуде есть описание одного Мошиаха, которые описывают и даются эти имена. Who will actually be killed. And then there's Messiah, son of David. И также есть описание Ишуа бен Давид. Who is going to ultimately deliver Israel. And there's, of course, some truth in both of those. And so I just say, well, it's not two Messiahs, but it's one Messiah with two functions. Я говорю, что на самом деле это описание говорит об одном, но две функции. Здесь описание двух функций Мессии. Один Мессия, который принесет мир в наши сердца. Which, of course, was when Yeshua did come. Это тогда, когда Ишуа приходит, пришел. So we'll choose peace in our hearts. And then at the second coming, when he comes the second time, he will come and establish his kingdom forcefully. Он придет, и он установит силой свое царство. And he will rule and reign И он будет управлять, и он будет царствовать Из Иерусалима. И будет мир Во всем мире. И когда вы с ними разговариваете, если они имеют это возражение, именно вот это, тогда берите их истину, которую они говорят, и просто показывайте вторую, но не спорьте с ними. Потому что они имеют частичную правду. So encourage them in that part that they have. И ободряйте их в той части, которую они имеют, и в которую они верят. And then give them the rest of the picture. И дайте им еще дополнительную картину, покажите им. That way they don't feel like you saying that they are an idiot. И таким образом вы покажете, что они не полные идиоты. But explain the broader picture. Но просто объясните им более яркую и широкую картину. Let's just, let me give you an analogy. Я хочу вам аналогию дать. Well, how many of you like puzzles? Do you ever use puzzles? Сколько из вас любят puzzles? Okay, so I like puzzles. So if somebody has just one piece of the puzzle, если кто-то имеет кусочек пазла, that the puzzle has a hundred pieces, и этот пазл имеет сто маленьких кусочков, you're not going to say to them, if they only have one piece, you're not going to say, no, that piece doesn't belong in the puzzle. И если они имеют всего лишь маленький один кусочек, да, вы не скажете, что, о, это не принадлежит картине общей. И чтобы видеть, что тот кусочек, который они имеют, это очень ценный, важный кусочек. So let them take their one piece and contribute to the puzzle. И все, что вам необходимо сделать, взять этот кусочек и приложить его к общей картине. Чтобы они сами почувствовали, что они часть этого большого процесса. И чтобы они не чувствовали, что вы говорите свысока к ним, как знающий. Another objection often here is that it's blasphemy to say that a man can be God. И другое возражение, которое они говорят, что это богохульство, говорить, что Бог, человек может быть Богом. Even at the time they accused Jesus of blasphemy. Даже тогда они обвинили Иисуса в этом. Well, a man never claimed to be God. Но человек никогда не родился, чтобы быть Богом. God came in the form of a man. Бог пришел, и это Божье решение было прийти в образе человека. There's a big difference. Это две разные вещи. I actually read a very funny objection in the Israeli paper. Я прочитала очень интересное возражение в израильской газете. If you want to keep track of the news in Israel, it's good to read the Israeli paper. Если вы хотите знать, что происходит в Израиле, очень важно читать, что происходит там. The news in Israel is so different to the news in the West. Новости в Израиле, потому что они настолько отличаются от новостей, которые вы видите, вы слышите на Западе. Если у вас есть интернет, и вы хотите знать по-настоящему взгляд израильский, Well, of course, the most obvious one is the Jerusalem Post. Одно из таких очень Jerusalem Post. On the internet, you can get the Jerusalem Post. You can get the Jerusalem Post. And then there's another one called the Haaretz Daily. И есть еще одна газета, Haaretz Daily. Это каждодневный Haaretz. And I'm sure it's translated into your language. Also on the internet, right? It's actually on the internet. Да. The internet version. I think it is, but I... Why don't you check tonight and tell us tomorrow if you can get it? Yeah, it's Haaretz.com. That's the English. Haaretz means the land. Haaretz означает земля. Yeah. And then, of course, Jerusalem Post, which would be the English version is jpost.com. There might be a... J... J... And then P-O-S-T. J... P-O-S-T.com. Just typing Jerusalem Post. J... Post. Yeah. But anyway, so, because the messianic movement is becoming more visible in Israel, but... because of the messianic movement more and more open and visible in Israel. Sometimes you see the Jewish objections posted on the comments in the newspaper. Sometimes you see the Jewish objections posted on the comments in the newspaper. And for me, the funniest one, although the person was serious, is they said, well, Jesus was a Jew, but then he became a Christian. And they were totally serious. And they were totally serious. So how did he become a Christian? Who did he follow? Maybe he became the first Christian. My grandma said that he baptized to be a Russian. Who said that? Her grandma. She was Jewish. Oh, really? He became Orthodox. He's Russian now. Jesus is Russian. It's funny. Jesus is for the Gentiles. That's a very common word. He is the way for the Gentiles to get to God, but us Jews, we have another way. It's a way for the Gentiles to get to God, but not for us Jews. Jesus was a good man. Jesus was a good man. Sometimes they want to take the non-confrontational approach. and my main answer to that is, well, he couldn't have just been a good man. Because he claimed to be the son of God and the Messiah. Because he said that he is the Messiah. So either he is the Messiah or he is a liar. Either he is the Messiah or he is a liar. He can't just be a good man. He can't just be a good man. And of course, we know he is the Messiah. And of course, we know he is the Messiah. The same, somebody asked, you asked me the question earlier on, something to say, well, Jesus was a prophet. That is a common Jewish objection. Well, so my answer to that would be, actually, yes, he was a prophet. So you can't agree with him. But you can say, although he is a prophet, he is also more than a prophet. Because he said that he is the only way to God. He said, I am the way, the truth and the life. No man comes to the Father but by me. There is no other prophet who is claimed to be the only way to God. Maybe a false prophet has, but not a false prophet. For me, one of the most frustrating objections In fact, sharing the gospel with the secular Jews in Israel, especially in Tel Aviv, is actually quite, it's quite easy to share with them. But it can be quite frustrating. Because very often they'll listen and they'll say, yes, it's good for you, but it's not for me. If it makes you happy, fine. It's your way, it works for you, but I've got my way, you need to break your way. And sometimes that's difficult because it's more of an apathetic attitude. And for me, it's more of an apathetic attitude. Because when you see apathy in a person, it's a little bit and it's a little bit and it's a little bit that's what I hold and I'm going to say but how does your way get your sins forgiven and make you right to God? How does your way get you to God? I was born a Jew and I will die a Jew. Actually, a rabbi, who took me to his home to try and bring me back to Judaism used that argument with me. And he tried to use my Jewish pride against me. And he said, I was born a Jew and I will die a Jew. And I said, me too, I was born a Jew and I will die a Jew. And he was quite surprised. He didn't expect me to say this. because he didn't expect me to say this. And so he just looked at me and he didn't know what to say about that. Christians have always hated and persecuted the Jews. One of the things that's a very, very big argument. That's a very, very big argument. That's a very, very big argument. When I was speaking to my cousin who's a rabbi and a lot of his rabbi and a lot of his rabbi I just simply said to them, we have to make a separation and distinction and distinction between the teachings of Jesus and what those who've called themselves Christians have done in his name. We have to make a distinction We have to make a distinction between the teachings and the truth is the truth is that you know, we just have to make that distinction And the truth is that most Jews actually don't have a clue what Jesus taught. So it creates an opportunity to tell them what Jesus actually taught. not only to love your friends but even to love your enemies. Not to kill them and to persecute them. I heard a pretty good analogy once. Just because someone goes into a garage it doesn't mean that they're a car. Okay, let me try. Okay, where you park a car, a garage, right? It's called a garage. So if you go into a garage it doesn't mean that you're a car. In other words it doesn't mean that you're a car. They just say in a different way. In a different way. Okay. Let me make it very simpler. Because someone goes into a church building on a Sunday it doesn't make them a Christian. And so it's an opportunity to actually share what did Jesus really teach. and it's an opportunity to teach what he taught what he taught Really a big one that's not an easy one to answer. And so it's another one that's not an easy one that's not an easy one is if God is a God of love why did he allow the Holocaust to happen? Of course that's a very big objection It's 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 a very big objection But the real It's difficult to just give a try to answer to that But basically we live in a fallen world And men make decisions It wasn't God that killed the Jews It was people And I would say why automatically attribute anything bad that happens to God Why not attribute it to those to people or to something else? And then of course one of the greatest ways to witness to a Holocaust survivor is for them to hear the testimony of Holocaust survivors who've come to faith And I don't know if any of the stories of Holocaust survivors have been translated into Ukrainian or Russian Have they? Which one? Any Just any Any books of testimonies of Holocaust survivors Yeah So that's always a good tool to give to Holocaust survivors or to Jews Oh you mean of believers No Okay what I'm saying is Jews say why did the Holocaust happen if God loves us So what I'm saying is there's Holocaust survivors who've come to faith in Yeshua and they have forgiven those who you know they've forgiven the Germans etc so if there's there are books available where they share their testimony of how they came to faith so if they прошли, и они простили, и вот это работает. И большинство людей, которые помогли евреям прийти ко спасению, они христиане. Большинство людей, которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев, они были христиане. Те люди, которые в Ядвашем, они считают сегодня праведниками, они были христианами. Одно еще из возражений о рождении от девственницы. И мы завтра будем говорить о пророчестве, пророчество относительно Мессии. Но Исайя, 7 глава и 14 стих, давайте посмотрим. Исайя, 7 глава, 14 стих. Исайя, 7 глава, 14 стих. Здесь написано, что Сам Господь даст вам знамение, сеть дева в очреве примет родит Сына. И вот это слово «дева» в оригинале написано. На еврите это «алма». Which means a young woman. Actually, it's a young maiden. So, it says, the argument is that it doesn't say the virgin, right? So, there's a few responses to that. The first is that in the context in which it was written, a young maiden in that culture was a virgin by nature. В контексте этого стиха, если мы рассматриваем то время, когда это было написано, что это слово использовалось для той культуры, именно для девственниц. В сегодняшней культуры, если используя это и это название, это не автоматически люди, когда называют так, они не думают, что девственница или не девственница. Но если рассматривать Израиль то время, о котором здесь описывается, что даже, чтобы не было девственницей, это вообще было бы очень... И даже не рассматривалось. Поэтому «алма» в то время, когда было написано, рассматривалось только как девственница. So, another... Just let me finish first, and then we'll answer this question. Because a lot of the questions I'll answer in the actual teaching. So, it's my whole... One of the Jewish objections is that the Christians translated young maiden into virgin to try to convert Jewish people. And that it was a Christian translation, that they did it after Jesus, and around the third century, they changed it. И что в третьем столетии был перевод, и вот они изменили. В третьем столетии, христиане. But actually, the rabbis actually have their facts wrong when it comes to that. Но раввины, у них факты, они неправильные, они неправильные факты имеют. Потому что греческий перевод Старого Завета, до того, как Иисус пришел, когда раввины переводили вот это местописание на греческий, еврейские лидеры, они использовали именно это же слово, как для девственницы. So, sometimes when Jewish people are opposing the gospel, they actually get their facts wrong. Когда евреи, они возражают к Евангелию, иногда они оперируют неправильными фактами. И это не были христиане, кто сделал перевод, это были евреи, которые сделали перевод. Это только в третьем столетии христиане сделали перевод. И они, но евреи выбрали вот это слово использовать, греческие слова. Потому что они понимали контекст того времени. И тот же самый Псалом 21, когда я делился вчера с вами. Что о ногах и руках, где мы говорили вчера. Что были пронзенные руки и ноги. Что это было точно, и как лев, тоже был точный. Но Иисус, Он всегда, Он мог определить, что стоял под вопросом. Он видел намного больше. Не просто вопрос, а Он мог видеть дальше. So, why always question the translation that sounds more like it's Jesus? That's the question. Why always question the translation that sounds more like it could be Jesus? Что если есть сложности с переводом, да? Что Бог всегда, ой, Иисус всегда, Он видел мотивы, которые стояли за этими вопросами. Распознавал. Другими словами, что когда человек задает вопросы, чтобы видеть больше, чем эти вопросы. Потому что когда даже Иисус говорил с фарисеями, и они задавали вопросы, Он отвечал на их мотивы. Не просто на вопросы, на мотивы сердца. Есть вопросы сейчас. Я знаю, что я очень быстро прошелся. I want to open it up to questions about this. This word Alma, it's also been used in Genesis 24, verse 43, when it speaks about Rachel. And it also speaks about the virgin. Yeah. That's what I was saying, is that basically, in most, usually when it's used, in the context, if you take the broad, in other context, it's talking about a virgin. Yeah, so that's... That's a good example. И говорит о том, что на самом деле, что это относится к девственнице. Что их аргументы не актуальны. Что их аргументы не актуальны. Any other questions? Еще вопросы есть? Некоторые считают, что... Некоторые считают, что... Некоторые считают... Некоторые считают, что... Некоторые считают, что... So, he refers to the scripture that the blindness of the people of Israel was impartial. Yes. Because of... Well, it says that God has placed a veil over their hearts. But he says, but there's some people saying that because there was a remnant, a faithful one, this is how they explain the partial blindness, because referring to there is a remnant who keeps themselves holy and pure before the Lord. So, is this so? Well, I don't think that the blindness is like, I don't think it's like a predetermined thing, where there's some that are blind and there's some that are not. Because it says in 2 Corinthians chapter 3, 3 глава, 14 стих. It says... Why don't you read the verse 14? Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Что есть пелена, которая над их сердцами. Но когда они обращаются к Господу, тогда это прокрывало снимается. И, честно, я не верю в том, что некоторые евреи определены Богом, чтобы, ну, это было предначертано, чтобы они были вот сохранены, вот как это... Что только тогда, когда повернуты сердца к Господу, только тогда эта пелена снимается. Это отвечает на вопрос, да? Yeah, it's explained. Первое, второе Коринфянам, третья глава, я прочитала 14 и 16 стих. Okay, well, did you have a comment, да, или комментарий? There is one more argument. Есть еще одно очень серьезное возражение. Есть еще одно достаточно серьезное возражение, оно заключается в том, что Ишуа учил правильным еврейским вещам, значит, Иол был действительно предназначен только для евреев, он был пророком. Он был пророком, а Павел все извратил, и... И если внимательно рассмотреть, мы действительно видим, что послание Павла достаточно серьезно отличается... And if we read epistles of what Paul if examined, his teaching is a little bit different. I mean, they... That's what they say, yeah. This is why there was a division between Jewish people and non-Jewish people. Well, let's... We're out of time. We're out of time. So let us bring those objections tomorrow. I want every person to have at least one. And we're going to go through the class. Because some of you are much quieter than others. I'm going to give you all a chance to speak tomorrow. And let's... Just for the sake of time, let's... Let's keep the questions... Questions more than commentary. In other words, this is the main objection. And if you have the answer to overcome the objection, then tell us the answer. But I think what we can do is I want to stimulate us all to begin to, you know, think, think of our responses. So we'll find a... We'll find an orderly way to facilitate discussion. If there's some objections that we haven't had a good answer for, maybe we can come up with some good... So if there's no answer, that we're all going to come tomorrow with your objections. So you're all going to come tomorrow with your objections? I said, not with your objections. No, no, not your objections, but the objections that you've heard. Yes. Don't object, but you know what I'm saying. Anyway, it's been great. Thank you guys. We'll see you tomorrow. Thank you for all your input. It's been great. We'll see you tomorrow.